Даже те, кто далёк от профессионального звука и имеет дело лишь с бытовой техникой, так или иначе, но слышали слово «Далби». Но это не просто слово, это фамилия гениального учёного и инженера-изобретателя Рэй Далби, основателя компании «Далби Лаборатория Синклуд». В 2008 году он праздновал свой 75-дефестилетний юбилей. Рэй Далби родился в 1933 году в Портленде, Орегон. Рэй Далби В детстве он обожал музыку и играл на нескольких музыкальных инструментах фортепиано, кларнете и гитаре. При этом его занимало не столько музицирование, сколько природа звука как таковая. Подростком он получил в подарок кинокамеру и принялся снимать все подряд. С тех пор начался его роман с кино, продолжающийся по сей день. В 1948 году, ещё в школе, он устроился механиком в городской кинотеатр. Там он познакомился с Алексом Понятовым, основателем компании «Эмпекс Корпорейшн» и получил приглашение в ней работать. Через год, по окончании школы, Рэй поступил в Стэнфорд. С 1953 года он сосредоточился на главной разработке компании «Эмпекс» создании первого в мире видеомагнитофона. Только в 1957 году учёный Совет Стэнфорда присвоил не очень прилижному тогда студенту степень бакалавра. А ещё через пару лет наградил сразу двумя стипендиями. На эти деньги молодой человек отправился в далёкий Кембридж продолжать учёбу. В Великобритании по достоинству оценили таланты вновь прибывшего студента. В 1961 году ему присудили докторскую степень по физике и звание научного сотрудника знаменитого Пембрагского колледжа. В 1963 году он получает назначение советником ЮНЕСКО в Индии, и там Рэй Далби начинает путешествовать. С собой он возит громоздкий бобинный магнитофон, на который записывает песни и традиционную индийскую инструментальную музыку. Но скоро понимает, передать её магию при помощи существующей аппаратуры невозможно. Нежные пианоситара и таблы, нюансы 22-ступенного традиционного звукоряда скрадываются шипением, усиливающимся по мере ослабления звука. Именно тогда молодой физик впервые задумывается о качестве звукозаписывающей техники. С тех пор её совершенствование стало главной идеей Рэй Далби. В мае 1965 года, сразу же по возвращении в Лондон он основывает Далби Лабораториес и приступает к реализации своего изобретения, хотя в общих чертах суть изобретения была ему ясна ещё в Индии. Так родилась техника Dolby Noise Reduction за патентованное Далби-система шумопонижения. Здесь проявилась мудрость Рэй Далби и как бизнесмен о свой патент Далби оценил так низко, что в подделке его продукции не было никакого смысла, что ограждало его изобретение от пиратов. В то же время система лицензирования использования изобретенных им технологий обеспечивала постоянный приток средств для дальнейшего развития компании. Рэй Далби Последняя треть ХХ века, на которую пришлось становление Рэй Далби, как учёного, совпало с настоящей революцией в области высоких технологий, развитием кино, телевидения, появлением цифровой техники, мобильных коммуникаций, интернета. Всю жизнь Далби тщательно отслеживал новинки техники, продолжая развивать и свои изобретения. Так, вслед за профессиональными системами шумоподавления Далби и Далби СР возникли Далби Нойз Редакшнф, СС для Аудиокассид, Далби Сраурнт и Далби Стериа Стериа Система с эффектом кругового звучания, а наряду с аналоговым появились варианты цифровых DOLBY технологий. На их основе учёный конструирует сложнейшее оборудование кодирования и декодирования для профессиональных и домашних кинотеатров прологиции Далби Дигитал. Первым фильмом, озвученным при помощи DOLBY аппаратуры, был «Механический апельсин» Стэнли Кубрика, вышедший на экраны в 1971 году. С этого момента Рэй Далби работает в кино. Он настолько увлёкся им, что в 1976 году оставил Лондон и переехал в Америку, поближе к Голливуду. Сегодня Далби Лаборатория сработает по обе стороны океана в Великобритании, Уолтранбисид, Уилтшир, и в США, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Позже добавились офисы в Нью-Йорке и Лондоне, а также в КНР и Японии. Специфика кино требовала усовершенствования метода, и Далби с готовностью принялся за дело. Настоящий скачок в развитии киноиндустрии произошёл в 1975 году с появлением Далби Стерио. На новое и недешевое оборудование, процессоры Далби Сраурнд должны были перейти как производители фильмов, так и владельцы кинотеатров. Но самостоятельно им это было не всегда под силу, слишком уж непростой была предлагаемая технология. Поэтому ещё с тех пор в состав съёмочной группы входит инженер из Далби Лэбс, а в титрах появляется надпись «Авторизованный консультант Далби». Начиная с 1977 года один за другим, на мировые экраны выходят знаменитые «Звёздные войны» Джорджа Лукаса. Одной из причин успеха трилогии стали её невероятные звуковые эффекты, поразившие воображение публики не менее чем сюжет, спецэффекты и актёрский состав картин. Далби Лабораториес Следующим этапом в кино звуки стало введение так называемого «Астрикодирование» или «Далби Дигитал». Это произошло в 1993 году, тысячи кинотеатров только-только успели перейти на аналоговый «Далби стерео». Однако, невзирая на трудности перевооружения, кинобасы с радостью пошли и на эти перемены. Ибо сборы, которые приносили картины «Далби Дигитал 5.1», а затем и «Далби Сурраундех 6.1», оправдывали все. Это понимал и Рэй Далби, с самого начала своей карьеры поставивший на разработку профессионального оборудования и его адаптацию к возникающим высоким технологиям. В 2008 Рэй Далби исполнилось 75 лет, он по-прежнему бодрый, как встарь, возглавляет и компанию, и научную работу, которая в ней не прекращается ни на день, дважды в неделю он приходит в свой офис в Сан-Франциско 100 патре Ревернуэ. Не так давно Рэй Далби принял решение акционировать «Далби Лабораториес» с тем, чтобы распределить доли компании между своими 550 подчиненными такими же, как он, энтузиастами ученными. Созданные технологии Далби Лабораториес 1. Системы шумопонижения, Далби АИ, БИ, СИ, С, С, СР 2. Системы кодирования и декодирования многоканального звука с пространственным распределением каналов Аналоговые Далби Стереа, с применением Далби АИ Слэш СР, в кино Семейство Далби Прологик Слэш Два Слэш Их Цифровые Далби Дигитал, АИ С3, Далби Сурэунд Эх, в кино Слэш Дивиди Далби, Далби Дигитал Плюс, для вещания MLP Lassers для кодирования аудиодвд, Далби Дигитал Стереа Слэш 5.1 Креэйтор для бытовой записи Дивиди, Комкардеров и Писи Далби Труэд для Блуэрай Слэш HD-носителя, Далби Фах, АЕС Эрдвенст Аудио Кодинг, для хранения и передачи многоканальных файлов 3. Системы виртуального пространственного звука Далби Виртуал Спикер для домашнего применения в телевизорах и компьютерах Далби Хом Тиртр Слэш Саунд Трум для улучшенного воспроизведения звука на компьютере Далби Хитфон для создания полноценного Пространственного, сраурнт, 5.1 Звучание в стерео наушниках 4. Технологии обработки звукового и видеосигнала 5. Далби Волюми для бытового применения в телевизорах с целью выравнивания уровня звука при переключении на различные каналы или программы 6. Далби Контрест для существенного увеличения качества картинки на ЖК-телевизорах, черное делается действительно черным на LCD-матрицах 7. Далби Виссион для существенного улучшения качества картинки на ЖК-телевизорах 7. Далби Лейк Прасисор Цифровое управление громкостью и коррекцией в системах звукоусиления 5. Дигитал Синермар Цифровой кинематограф 8. Далби Дигитал и Далби Дигитал 3D Система кодирования, упаковки, шифрования, проверки качества и воспроизведения кино в цифровом виде с разрешением 2К4К в залах цифровых кинотеатров 8. Теперь перейдем к теме, которая интересует многих, звук Далби в кино 9. Я бы разделил эту тему на две составляющих творческую и технологическую 10. Начнем с техники 10. Компания Далби Лэбс 11. Выстроена четкая и отложенная система создания многоканального пространственного звука для кинокартен, которая включает микширование, кодирование, перенос на кинопленку, контроль качества фонограммы и воспроизведение в кинотеатре 11. Совсем недавно, во времена аналогового звука Далби стерео, консультант Далби появлялся еще на этапе работы на площадке, вспомните портативный рекордер на ГРА с модулем шумопонижения Далби 11. Рэй Милтон Далби 12. Это было обусловлено борьбой за отношение сигнал-слэш-шум на каждом технологическом этапе, чтобы на этапе финального микширования в студии перезаписи, ререкординг студио, получить фонограмму с удовлетворительным уровнем шума в предостаточно широком динамическом диапазоне, а также достаточно сложной и точной настройкой оборудования матричного кодирования. 12. Кодирование декодирования DOLBY-консультант приезжал на финальный микс, настраивал оборудование Далби, проверял соответствие электроакустических параметров в студии и обеспечивал мониторинг микса в процессе кодирования-декодирования. Так как процесс матричного кодирования аналоговый, то для того, чтобы слышать реальную картину микса, то, что получится в конечном итоге в кинотеатре после декодирования, необходимым условием перезаписи звука кинокартины по системе DOLBY-стерия 4.2.4, было точное исследование технологии процесса кодирования-декодирования фонограммы во время микса. Это помогало избегать серьезных пространственных и фазовых ошибок. Теперь, в эру, цифры, звукорежиссер кинокартины обычно встречается с консультантом DOLBY после финального микса на кодирование фонограммы кинокартины. Что касается студии перезаписи, то к ней компания DOLBY-лэбс предъявляет ряд четких и адекватных требований, и без сертификации студия не попадет в список РПРУВД, одобренных, которым разрешен микс для создания фонограмм кинофильмов по системе DOLBY. Требования к студии многообразны. Прежде всего, они касаются акустических параметров помещения, таких, как объем, площадь, время реверберации в заданном частотном диапазоне, тип громкоговорителей и создаваемого ими звукового давления и частотной характеристики, расположение контрольной акустики, уровень посторонних шумов в студии, расположение микшерного пульта относительно киноэкрана и дыр. Требования DOLBY-лэбс Относятся также и к техническим депараметрам оборудования студии и даже к наличию конкретных моделей аппаратуры, например, студийной версии кинопроцессора DOLBY. Особо отметим требования к микшерному пульту. В нем должна быть возможность инсертного подключения студийной версии кинопроцессора, например, DOLBY CP6550SD, для обеспечения эквализации электроакустического тракта при настройке поля в соответствии с Х-кривой в студии. В консоли должно быть не меньше 32 каналов и 8 шин, обязательно мониторная матрица 8Х8. Регулировка громкости звука при мониторинге должна осуществляться сразу по всем каналам 5.1-6.1, с фиксацией на уровне 85 dB. Dolby Labs Одним из требований пока остается обязательная возможность воспроизведения кинокопии с фонограммой Dolby Digital SR звездочка D, ТЕ аналоговой или цифровой, с кинопроектора, или системы сканирования кинопленки в виде телесин, синхронно с воспроизводящим оборудованием студии, цифровой станции или ДР. Это связано с необходимостью предоставить заказчику, особенно западным продюсерам, возможность сравнить фонограмму, воспроизводимую с кинокопии, с финальным миксом студии, воспроизводимым с цифровой станции, DAW, или с магнитооптического диска, Dolby Mode, через кодер. Программа сертификации небесплатная сегодня это 2250 фунтов стерлингов. Она подразумевает получение всех технологических требований и таблиц для расчетов и приезд консультанта для проверки и настройки оборудования. Только после выполнения всех требований в студии появляется кодирующее оборудование Dolby и со студией заключается договор бесплатной аренды кодера он по-прежнему является собственностью компании Dolby Labs. Несколько лет назад для студий появилась возможность сертифицироваться на Dolby Premier Studio. Но здесь уже гораздо более жесткие требования ко всему оборудованию, к акустике, к качеству монтажа, заземлению, воспроизведению кино-видео изображения, даже к качеству кабелей для громкоговорителей. В этой спецификации увеличено минимальное количество каналов пульта и сам пульт уже должен быть аппаратной микшерной консолью, а не контроллером для цифровой станции. Иными словами, студия должна быть по всем параметрам высшего качества. Стоимость такой сертификации тоже выше – 3200 фунтов для уже существующей студии, представленной к одобрению, и 3900 фунтов для новой. После сертификации студии выдается красивый хрустальный приз с высеченным логотипом Dolby Premier Studio и названием студии. После процесса сертификации студия может проводить сведения или готовить финальный микс для кинокартин. Но для каждой кинокартины, в свою очередь, приобретается лицензия на использование технологии Dolby в конкретном проекте. В эту лицензию входит стоимость использования кодирующего оборудования, работа Dolby консультанта, магнитооптический диск для переноса закодированной фонограммы в лабораторию печати негатива звука на кинопленке, использование оборудования Dolby в лаборатории и технический контроль качества, QC, фонограммы на кинокопии, 4900 фунтов за полнометражный оригинальный фильм, порядка 1100 фунтов за дубляж, короткометражка порядка 350 фунтов. Консультант периодически осуществляет проверку и, если необходимо, настройку равномерности акустического поля и соответствия экскривой в студии, обычно перед началом процесса кодирования, и одновременно с просмотром киноматериала производит кодирование фонограммы в реальном времени в форматы Dolby Digital ESR на диск. Таким образом, фактически идёт показ кинокартины частями длиной 2100 футов, фонограмма контролируется после кодера, с перерывами на перезарядку и проверку цельности закодированного файла на магнитооптическом диске, дал бы мод. Задача такой системы жёсткой сертификации студий создания при микшировании таких же акустических условий в студии, как и в кинозале при условии, что и в кинотеатре при инсталляции оборудования Dolby соблюдены акустические требования и настрои на акустическое поле. Лишь тогда зритель услышит точно такой же звук, который создали режиссёр и звукорежиссёр в студии, включая малейшие нюансы. Что касается микширования звука для создания фонограммы кинофильма в формате 5.1 или 6.1 в технологии Dolby Digital X, уже сложились определённые художественные принципы, связанные с законами слухозрительного восприятия человеком фонограммы в кино. Речь располагается, как правило, в центральном канале, и только в редких случаях, как эффект, реплика может посылаться в боковые или тыловые каналы, чтобы подчеркнуть, что персонаж говорит из другого помещения, например, основное действие в кадре происходит в гостиной, а персонаж говорит из ванной комнаты. Как правило, навязчивое панорамирование диалогов, особенно при монтаже, восьмеркой, по изображению, вызывает отторжение в восприятии зрителя и подсознательное раздражение, поскольку отвлекает от диалогов в кадре и не работает на органичность связки, изображение звук. К сожалению, многие звукорежиссеры, начинающие работать в S.U.R.R.O.U.N.D. форматах, грешат излишней любовью к панорамированию диалогов, возможно, под давлением режиссера фильма. С учетом значительного разброса геометрических размеров кинозалов и, соответственно, размеров экранов, при панорамировании диалогов возможны значительные ошибки в локализации конкретного персонажа и звук, отклеивается, от изображения, что вызывает отторжение в восприятии зрителям. Значительные геометрические размеры киноэкрана также требуют, чтобы при микшировании музыки для кино она обязательно звучала и из центрального канала, и это должно закладываться еще во время аранжировки. Ведь зритель, сидящий нестрого по центру зала, при отсутствии музыки в центральном канале, в случае воспроизведения только из левого, правого и тыловых каналов, слышит ее с сильным перекосом, и она звучит только слева или справа, что значительно снижает эмоциональное воздействие музыки. В принципе, технология микширования в долбине догма она оставляет значительный простор для экспериментов. Сраурнт это только возможность разместить какие-либо фактуры или спецэффекты в пространстве, исходя из художественного решения конкретного фильма. Даже применяя технологии долби, можно создать звучание в моно только из центрального канала, если этого требует конкретное звуковое решение. Просто с приходом данной технологии появились возможности по значительному усилению звукового воздействия на зрителя, порой почти на физическом уровне. Не забудем про низкочастотный канал спецэффектов LF и, он же, .1. Важно, чтобы звук в конечном итоге работал на изображение и был органичен, составляя единое целое с картинкой. Несколько слов о кинотеатрах, оборудованных процессорами долби, в которых мы и смотрим кинокартины, смикшированные в технологии долби-дигитал. К сожалению, в России нет ни одного кинотеатра, сертифицированного долби-лэбс. Так как по нашему законодательству для технологической части кинотеатра собственно кинопоказа сертификация не требуется. Этим и объясняется недоумение зрителей после некоторых просмотров фильмов в некоторых залах. Звуковое поле на соответствии Х-кривой может не проверить и не настраиваться годами хорошо, если заметят, что неисправен какой-либо громкоговоритель. А уж соответствие звукового давления стандартному уровню 85 dB, цифре 7 на регуляторе DOLBY кинопроцессора, вообще редкий случай. Порой из-за ненастроенного считывателя не воспроизводится цифровая дорожка фонограммы, и зритель, ни о чем, не догадываясь, довольствуется резервной аналоговой фонограммой DOLBY стерео. При этом, конечно, есть энтузиасты своего дела, и тогда залы регулярно проверяются и настраиваются. Тогда усилия звукорежиссеров не пропадают даром, и зритель слышит в кинотеатре именно ту фонограмму, которая создавалась в студии. Пока же законодательно не создан механизм, при котором кинотеатрам у нас в стране будет выгодно иметь качественный звук, а не только вывеску DOLBY DIGITAL. Но есть и положительные сдвиги в этой области, прокачики и обладатели прав на кинофильм понимают, что чем качественнее технически они продемонстрируют фильм в кинотеатрах, тем больше сборов они получат. Подтверждение тому недавняя громкая октябрьская премьера. Тогда прокачик в содружестве с одним из федеральных каналов обратился в DOLBY LABS С просьбой проверить и настроить все 800 залов, где планировался показ кинофильма, правда, забыв, подкрепить свою просьбу финансово. Но начало положено. От редакции. В статье авторизованного DOLBY консультанта по звуку Михаила Насонкина затронут важный вопрос состояния звука в кинотеатрах. Звуковой тракт многих кинозалов наводит грусть, акустические системы, установленные, как удобнее подвесить, задержки тыловых каналов, выставленные на слух, эквалайзер, настроенный по кривым равной громкости или, как в дискотеке, и так далее. Почему так получается и можно ли изменить ситуацию? Сегодня посещаемость кинотеатра зависит больше от качества рекламы фильма, чем от качества его звука. Можно, конечно, написать закон, утвердить требования, организовать контролирующую организацию со штатом проверяющих, которые будут ходить с приборами по залам. Но есть аналогичный опыт техосмотр автомобиля, по улицам ездят рассыпающиеся на ходу рыдваны без тормозов, фар и габаритов, зато с талоном-то на ветровом стекле. Так что не будем уповать на административный ресурс. Владельцы кинозалов сами обратятся за помощью, когда поймут, что качество звука влияет на доход. И тогда можно будет снова прийти в кино и послушать, и получить удовольствие в полном объеме. Может быть, именно на второе пришествие зрители и делают ставку владельцы залов. Но надо помнить, что качество звука это не только техника. Это еще и искусство. Смена плана с помощью трансфокатора давно известный прием, но звук при этом почему-то стоит на месте, приводя в недоумение зрителя. Действительно, ситуация сложная, и творчески, и технически нелегко сгладить в этом случае противоречия между видимым и слышимым. Или другой пример. На экране вечер на берегу моря, а голоса актеров явно записаны в глухом помещении. Скажите, мелочь, бывают ляпы и более серьезные. Это не ляп, это не творческое отношение к работе. И никакой проверяющий здесь не поможет, если только сами зрители не обратят внимания. И помните, что звук будет радовать зрителя только в том случае, когда все звенья цепи хороши, от сценария и актеров до настройки считывающего оборудование в проекционные и акустические характеристики кинозала. Собственно, в том и состоит вклад в лаборатории и лично Рео Долби, что удалось навести технический порядок во всей технологической цепочке производства кинозвука, вплоть до тиражирования. Долби Лэбс не просто выдает за деньги акцизную марку, а реально помогает зарабатывать. И студии тогда понесли Мэтру свои деньги, когда осознали этот факт. Продолжение следует...